расскажешь ты уже доелся доел так стой подожди сейчас у меня очень когда еще была живая моя мама Нагорных Нина Евгеньевна она сама делась в Башкирии назывался станция Янаул называлась там она ну там было домов нара четыре или пять домов там было я уже не помню толком ну там барак такой и там вообще была бабушка Анастасия но она уже умерла уже возник у нее уже большой умерла 85 лет в царство небесное путь земля будет пухом во имя Отца Сын Святого Духа Аминь вот был у меня тоже отец Евгений да вроде отец отца звали вот вот мама была оттуда родом потом она сюда приехала это в 63-м году сюда на север приехала а то только шахты подкрывались точно 63 да они позднее нет в 64-м году я уже родился а понял понял только они тут но это намного позднее приехали чем мои родители позднее мои вроде в 71-м году приехали а мои в 60 мои раньше приехали еще рассказывай не буду тебя подожди подожди да еще когда моя мама сюда приехала у нас был клуб не что сейчас октябрь а вот по баю где дома стоят был такой барак ну такой маленький такой он как клуб там был он был мама 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 еще короче она как выступала хорошо там танцевала пела на вот играть не играл а то все было хорошо и вот там они выступали в клубе еще у нас тут был завхозом вот такая жизнь в клубе такая толстенькая такая клочковская клочковская мы там была этим было Она там преподавала, как вся штука такая была. Ну потом его закрыли уже. Потом открыли уже октябрь. Открыли шахту Интинскую. Моя мама там еще работала на ГОФе. Потом мы поехали в воду. Как ты на ГОФе кем? Что она делала? На ГОФе она работала, как она называется? Гручи по датчикам. Там такая лента скоростная, но она метр так 50 шириной. Такая толстая очень. Она шла раз в 15, шла вверх. Но лента была где-то метров сто... Нет, метров было 70 в длину. На конце сидела мама, а вверху сидела Зиброва. Жесть, Зиброва сидела. Как это ее звать? Не помню. Это откуда знают? Мне Саша спрашивает. Я говорю. Они там отработали. Потом мы с мамой поехали отдыхать в Сочи. И когда ехали обратно, к нам подсел один мужчина. Нагорный Леонид. Мама с ним познакомилась и стал ее мужем. Для меня отчим, а для нее мужем. И так мы жили. А жили мы сначала. Еще у нас был барак Чапаева, 40. Там была одна комната. Там было очень... Плохо было как. Места мало. А мы втроем... Вот. Потом нам дали... А я потом прихожу из школы. Я уже пошел в первый класс. Прихожу из школы домой. И дома нет никого. А у нас был Василевский дядь Вася. Дядь Вася, вроде бы. Я что-то с толком не помню его. Давно уже было. Он сидит, короче, на кухне. А кухня была общая. Ну, большая. Стоят две печки. Ну, как они? Типа как русские. Метра полтора длиной. Печка так. Вторая печка. А по правой стороне Были такие доски. Такие. Такого-то 50 в ширину. И, короче, от дверей до самого окошка были такие доски сделаны. Такие толстые. Ну, это... Тридцатка, пятьдесятка доски. Вот. И таким вот клеенкой были обделаны. Ну, мы сами обделываем. Чтобы все было хорошо. Я захожу. Он сидит. Я... Даль Вася, а где мы родили? Он, Саня, хочешь меня обраду? Я, да. И, короче, Джон. Стоял стул. Я бам на стул. И, короче, опустился. Тебе сколько лет-то было? Не помню. Первый класс. Мне было семь лет. Ну, я еще маленький был. Тоже я высокородца. Ну, в общем, маленький еще был. Вот. Ну, я доволен был такой. А они, короче, поехали. Ну, как, квартиру такого. Вот. Шесть-восемь дом. А там еще как? Было два дома двухэтажных. Они, короче, встроили пристройку между домами. Она была четырехэтажная. И по этажу пристроили. Вот. Дом такой формы красивый получился. Вот. Третий подъезд нам дали. Вот. И мама с отцом пошли как туда. Ну, смотри, дом это. Дом был хороший. Три комнаты. Квартира была большая, хорошая. Вот. Вот и мне, где Вася. Еще я помню, был у вас этот. Кильдим, да? А, кильдим, ага. Откуда это слово кильдим? Это отец придумал. Да Леша Нагорных. Мы с меня все вместе. Вот. А там такая, это как? Ну, там еще как? Какая штука была? Там должно было быть две комнаты. А с нее сделали одну. Должна быть комната, одна комната. А там должна быть кухня и другая комната. А ее соединили. Ну, и получилось как? Первая прихожая, а вторая комната такая. Ну, как ее назвать? Мы не знали. А Леша уже работал на ГОФе, работал вместе с мамой. Только у них были разные здания. Вот. А вот там сам это работал, как я забыл назвать, профессия была у него. Сантехник. Сантехник, да. Это в этом, в ЖЭКе он работал сантехником. А, на ГОФе другая профессия? Там другая. Вот я еще знакомый, один мужчина работал здесь-то вот. Вот. Этот. Ой, как-то ее слышал. Грибовас на меня так смотрит, как будто я прям все знаю. Нет, да нет. Я просто вообще говорю. Ну, и вот. И, короче, он придумал, как я назовем комнату. И он и думал, думал, назовем ее Кильдим. Мы с мамой, короче. Что смеху? Вот. Ну, дело не в этом. И вот. И, короче, потом вот стали мы жить. Там поживать. Вот. Ну, потом. У нас отец. Ну, он стал много сам выпивать, начал маму гонять. Мама от чего бегала и заболела она. Вот. Лежала в больнице. Вот. И еще какая штука, что мне очень нравится. Он придет домой. Откроет балконную дверь. На улице где-то было так вот так. У нас около 35-40. Ну, холодно было. Адактивные были. А он как? По пояс раздетый. Откроет балконную дверь нараспашку. А там такой порог такой. Ну, как сделал такой. И без ничего. Голый пол. Вот. Откроет балкон. Ну, минус 40. Ветер дует так-то. Ляжет на балкон. И говорит, что я помню, хорошо. Вот так руки. А он сам еще в очках ходит. Очки снимет. Руки. И спит. Ну, думаю, а тут заболеет. Что это такое? А сестра была. Алла звать ее. Ну, она уже на него была похожа. Она была как он. На лицо как две капли воды. Ей жалко его было. Она дает дивану. Сядет. Плачет. Малочка. Она уйдите. Мне его жалко. И возьмет такой этот. Рабочий как курт такой. Его накроет так. Вот. А он так. Ну, как пьяный. Как же ничего не соображает. Так. И спит. И что интересно. Проснется когда. Ни болезнь. Ничего к нему не пристает. Уж то не было интересно. И потом мама заболела. Вот. И он на нее там. Стал выступать. Там вот так и так. Что-то такое. И потом. Вот. Мы переехали. Нам дали вот это. 1А дом. Это где? Туда-то мы переехали. А, нет, нет. Баева 37. Нам дали квартиру. А что мы были? Отец. Мать. Мой брат. Я. Его жена. И у них было это. Трое. Двое детей. Вот. Нам дали. Дочка третья была. А, и дочка была. Оля звали ее. В общем была большая семья. И нам дали квартиру на Баева. Баева 37. Ну там двукомная квартира. Да, двукомная квартира такая. Ну там были очень маленькие квадраты. По-моему 27 метров что-ли было. Ну там комнаты были все маленькие. Ну там места мало нам было. Ну там прожили мы... А это... Почему переехали с той квартиры? Вот. А, с той квартиры мы почему переехали? У меня брат Дима. У меня брат Дима. Он, короче, ездил в отпуск. Этот. Как это это? Вот этот... Парни уехал-то как-то. Кузов или не кузов. Ну ладно, ты подробностей не рассказывай. Короче, за долги квартиру у нас. Короче, он проиграл квартиру в долг. И те забрали ее. Вот. И вот мы нам дали квартиру. Побаева 37. Ну там комнаты маленькие. Мы там плохо там жили. Вот. И потом уже... Мы там где-то около года мы там прожили. И потом, короче, Маша, жена у Димы была. Она пошла в ЖЭК вместе с Димой. Написали заявление. Нам дали квартиру 1А. Ну там уже была 4-команная квартира. Квартира была хорошая. Комнаты были большие. Отлично было. Вот. И у нас еще был один мужчина. У него был москвич запутчик. Ты слушай, подожди-ка. Ты сейчас уже вообще как бы историю своей жизни рассказывал. А, ну, председатель. И про мать рассказывай. И про мать рассказывай. Это не надо ничего рассказывать. Да. И вот мы-то переехали. И жили как? Ну я же с мамой в одной комнате. Вот. Отец жил в зале. А Маша с Димой жили в той комнате. Вот. Я ведь с мамой жил. Вот. Все было хорошо. И потом мама заболела. Вот. И уже... Уже были последние дни. Вот. Я к ней захожу. Она сидит. Такой, как это. Короткие рукава такие. А у нас только церковь построили. Только был в фундаме. Взялся заложить. 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 Саша работает в церкви. И, короче, вырубилась. Вот. Ну я посоветовал ее... Как ее... Ну... Как ее зову. Работа в церкви. И потом ее хоронили. Заказали машину. Автобус. Заказали похороны. Вот. Ну там народу было много. А там как такая... Как это... Катафалк. Поставили гроб. Так закатили. И так народу усилось много. Вот. И потом еще две машины были грузовых. Народу все насадили. Мы поехали. Вот. И мы приехали на кладбище. Вот. И там ее похоронили. Вот. Выкопали могилу. Вот. А еще там был этот... Поп-то... Как это его? Александр или как это папа-то? Василий. А, Василий. Поп Василий был. Вот. Ну мы отпели. Как все полагается. Мы его похоронили. Вот. А гроб стоит. Вот. Прощаться с ней. Я мне подошел первый. И как давай рыдать. Вот. Любила маму свою сильно. Упал на грудь. Мама миленькая. Встал на колени. Мама миленькая. Прости меня. Я пиздил очень плохого. Вот. И там все народы... И все плакали. Вот. Ну потом мы ее похоронили. А еще Леша Нагорна говорит. Оставьте место для меня. Чтобы я рядом... Нет. Чтобы рядом я с ней лег. Вот. Похоронили мы ее. Вот. Уехали. Ну плакал я сильно. Вот. И потом. Приехали мы домой. И как все полагается. Проводили мы ее похоронки. И все было у нас хорошо. Хорошо.